Здравствуйте, я Циколовский Дмитрий. Я Блашенкина Алиса. И наша тема по проектной практике это создание чат-бота для поиска помощи студентам среди других студентов. Наш руководитель это Дмитрук Анастасия. Чат-боты на сегодняшний день используются для взаимодействия с пользователями в различных сферах. Они позволяют автоматизированно отправлять пользователю необходимую информацию через социальную сеть, в которой сам пользователь бывает онлайн намного чаще, чем на специализированном сайте компании. Целью нашего проекта является создание чат-бота для сообществ в социальной сети ВКонтакте с реализацией функционала для поиска людей, готовых предоставить свою помощь по определенному предмету другим людям, а также полезным материалам по определенным предметам. В базе данных бота будут систематизироваться заявки людей по институтам, курсам и предметам. Таким образом, поиск информации через бота будет максимально релевантным. Для хранения и взаимодействия с данными мы выбрали MongoDB, так как создание архитектуры нерелационной базы данных намного быстрее, удобнее и менее трудозатратно. Сам чат-бот реализован на языке Python с использованием библиотек VK API и PyMongo. Соединение с сообществом осуществлялось через тип соединения LongPool через токен-авторизацию. Для активации чат-бота пользователю необходимо написать сообщение в сообщество, таким образом запустив его. Сам механизм взаимодействия с пользователем осуществляется с помощью функции получения, обработки и отправки сообщений, отправленных боту пользователям из VK API. Как взаимодействовать с нашим ботом? Для того, чтобы найти человека, готового нам помочь, необходимо выбрать пункт меню «Ищу помощь», а затем «Институт», «Семестр» и «Предмет». После этого бот отправит вам контакты людей, которые создали свои заявки в данном предмете. А как же указать, что я готова помочь? Для этого там нужно выбрать пункт «Хочу помочь», а также выбрать «Институт», «Семестр», «Курс» и «Предмет». После этого данные о вас будут записаны в базе данных, и при подходящем запросе ваши контакты также будут предоставлены пользователю. После того, как вы добавите первый предмет, вы сможете удалять предметы и управлять статусом своей заявки в разделе «Мой профиль». Сделав статус «Неактивен», ваши контактные данные не будут передаваться при запросе, подходящем под вашу заявку. А удалив все предметы, у вас пропадет меню управления. Также реализован раздел «Полезные материалы», в который можно добавить ссылки на различные ресурсы, которые помогут при обучении по выбранному предмету. Это могут быть ссылки на книги, полезные статьи или же калькуляторы. Пользователи могут самостоятельно добавлять материалы, указав институт, семестр и предмет. На этом все. Спасибо за внимание.